всем большой привет сегодня я почему-то вдохновилась снова макияжем clean makeup girl это тренд который был актуальный в 2022 году несмотря на то что сейчас уже 2023 год я как-то не вижу чтобы этот макияж уходил с рынка так скажем макияжного и был каким-то уже неактуальным скоро приближается у нас весна и лето и некоторые приемы которые используются в этом макияже они также будут актуальны и дословно переводится как чистый макияж чистая девочка самая его главная отличительная черта это идеальная кожа то есть она должна быть прям сияющая здоровая сверкающая будто вот ты такая холеная вся здесь нужно использовать более какие-то такие увлажняющие текстуры сияющие то есть мы даже будем добавлять хайлайтер подсвечивающий так скажем чтобы кожа прям изнутри будто бы сияла была напитана тонер на самом деле он меня уже достаточно давно но поскольку я сейчас на доктор жарт перешла этим тонером как-то не пользуюсь но вот этого макияжа и вообще всего подготовки кожи в том состоит что вы наслаиваете на себя очень много всего чтобы ваш макияж был чистым это конечно парадокс возьму сыворотку у меня это около нанести обильно прям и все хорошенечко в кожу внедрить вот этот эффект когда вот кожа вот видите от средств прям вот так сияет вот мы на самом деле его и добиваемся для мне как обладательницы сухой кожи это очень нравится я наоборот люблю когда кожа сияет и вот эти вот какие-то блики которые создаются я вообще это все люблю особенно летом когда солнце хайлайтер добавляешь идешь и у тебя просто тут ну что это это же очень красиво на мой взгляд возьму алоэ от холика холика это будет завершающим этапом в уходе самом деле я не уверена что так можно делать я не буду наносить прям крем я нанесу этот гель вообще это как бы самостоятельный продукт как раз таки для увлажнения кожи очень люблю это средство особенно летом когда там на солнышке перележала перезагорала он прям очень помогает охлаждает зимний период если пользоваться им одним это весьма странно ну кожи будет недостаточно что того что у этого геля такая липковатая текстура на него очень хорошо будет наслаиваться тональный крем конечно же сразу увлажню губы у меня это кармакс скажу уже к сиянию сейчас я возьму жидкий хайлайтер я нашла тут у себя от эвелайн такими движениями слегка нанесу на те зоны когда куда мы обычно наносим хайлайтер это вот сюда на нос можно нанести губой на подбородок здесь больше прям такими припечатывающими движениями там деле здесь в этом и суть что вы наслаиваете на себя очень много продуктов но тоненьким слоем то есть кажется блин и тонер и сыворотки и гели это и пятое десятое главное правило все это делать очень тоненьким слоем очень хорошо это все втирать в кожу дать ему подсохнуть и после чего приходить каким-то дальнейшим этап а я возьму шоссе да у меня это скин glow он сам по себе сияющий какая-то матовая текстура нам не подойдет но поскольку вот этот тон достаточно светловато для меня я добавлю туда немножечко estee lauder и еще то что у меня тут хайлайтер уже был вот шоссе да я добавил он достаточно жидкий также как estee lauder вот тут прям видно разницу в оттенках вот прям на палитре вот так смотрите смешиваю и сразу в хайлайтер начинаю все очень деликатно наносить прям тончайшими прям очень тончайшими какими-то движениями все приглаживаю вниз обязательно я спонжем влажным еще прохожусь что завишки если у меня где-то они там есть они скорее всего есть собрать силера я уже буду брать плотнее губки внутренний угол глаза внешний угол глаза и какие-то недостатки уже точечно прохожусь и спонжем вот уголочком прям все хорошенечко приходим к самому интересному это к скульптурированию смотрите у меня есть два стика от кика в 200 оттенке а другой в 201 в повседневной жизни я всегда пользуюсь 201 потому что он имеет более такой цвет правильной тени вот вот это 201 до 200 он более рыжий вот которые более рыжие им я люблю пользоваться летом именно в качестве такого бронзера ну вот кисточку синтетическую вот так нанесу просто вот такими движениями начну наносить чтобы просто сделать такой загар конечно сделать вот так так будет проще и вот это все дело растушевать но здесь должна быть очень мягкая такая тушевка и носику пройтись прям чуть-чуть вот так вот хочу еще добавить самой скульптуры теперь я беру уже другой стик поменьше кисть тоже хорошенечко наберу и от впадинки нанесу той же кистью просто уже более четко и точно себе нарисую скулы чтобы у была вот эта тень которая необходима при коррекции лица а здесь логика бронзером мы сделали более мягкую так скажем коррекцию придали лицу загар а при помощи скульптора мы уже немножечко отчертили себе и скулы и нижнюю челюсть и также можно носик нанесем румяшки у меня это будет пигмент открытый на косметик с такой нежно-розовый я прям на пальчик и смотрите вот сюда спонжиком где-то что-то потушевать вот это сияние которое создается нам его нельзя нарушать то есть тут нужно прям сверкучи сверкучи я все-таки немножечко добавлю пудры на носогубные складочки когда выделяются вот здесь вот носогубки это всегда выглядит так будто у вас плюс 10 лет вам короче говоря и вот здесь на лоб я тоже чуть-чуть совсем заматирую как вы видите из то что добавила пудру все равно у меня все сияет для бровей у меня это от пусси и им просто бровки свои почешу возьму бронза здесь вообще не надо париться короче говоря вот вы просто взяли скульптор либо бронзер лучше бронзер и вот здесь по складке века туда-сюда туда-сюда вот сюда в переносицу всегда уводите и можно немножечко в сторону вот то есть видите уже разница есть по сравнению с этим веком самое сложное в этом макияже это стрелка потому что в клиент гелмы как она всегда есть и она выполнена очень мягко и лучше всего рисовать ее тенями тени коричневые какую-то скошенную кисть ставлю вот сюда немножечко оттеняю кисть такой формы бочоночка и как бы подтушевываю вот это вот все дело можно взять более коричневый оттенок не такой темный и как бы втушевать в кожу потом просто даже пальчиком вот так пройдитесь как бы припечатайте и все и у вас получится идеальная стрелка идеальная стрелка под этот макияж вот она должна быть прям такая очень легкая на взять кисть для консилера и вот здесь все равно нужно немножечко под вытянуть потереть так скажем стрелочка вот такая мягкая должна у вас получиться берем тушь и окрашиваем ресницы я буду делать это коричневой тушью нижнему веку пройдусь даже больше не по веку а помеж реснички про и просто окрашиваю как обычно сначала по нижней границе устраиваю потом волосинки прорисовываю в губах здесь все очень интересно губы должны быть пухлые обязательно с блеском либо с маслом для губ ну то есть они должны сиять вот и должны прямо быть такими выделенными и это конечно должно быть естественно но они должны быть прям такие пухлые вот прям вот здесь вот прям не стесняйтесь добавляйте карандашом себе эти миллиметры выходите за контурок здесь это все приветствуется главное губы должны быть нюдовые то есть какие-то нежно-розовые нежно-коричневые ну в общем 17 оттенок у пупы и пройдусь сначала мягко очень ну от кика масло я конечно же возьму dior можно взять вообще какое-то чтобы прям очень сильно сверкала все пинку носа добавлю а во внутренние уголки глаз обязательно над губой и в новую здесь я уже добавила и немножечко еще под бровь вот такой вот clean girl makeup мне кажется получилось очень даже похоже на все вот эти прекрасные фотографии такое сияние зачастую все избегают и наоборот постараются припудриваться но когда вы стремитесь быстрее все запудрить не забывайте что сейчас у нас время меняется и полностью матовое лицо его давно уже никто не носит вот поэтому лучше конечно оставляйте вот эти зоны если они у вас сами по себе сияющую вот я имею ввиду скулы там подбородок то не парьтесь пусть они у вас сияют потому что посмотрите как это красиво смотрится а если еще солнышко попадает так вообще вот с такими вот пучками и зализанными волосами все это конечно очень актуально макияж то как вы видите он очень носибельный он естественный он натуральный тут очень легкие стрелки брови губы светлые то есть никаких тут яркостей нет вот здесь акцент идет на кожу как я и говорила в начале пишите как вам нравится или не нравится такой эффект и пробуйте всем большое за просмотр и пока пока